Привет, мои уважаемые зрители, с вами Дерев Ася и сегодня мы будем с вами крепить наш мох на всякого рода декорации. Вообще, на что же можно прикрепить мох? Для этого может подойти кокосовая шкарлупа, либо какие-то керамические изделия, вот такого плана, помните, мы заказывали это все, я делал уже обзорчик, либо на какие-то деревяхи, кстати, деревяхи тоже из Китая, я их не выкинул, до сих пор использую. Чем вообще можно крепить мох? Можно, конечно, использовать нитку, нитку лучше использовать капроновую, синтетическую, которая не будет гнить, либо если вы уверены, что мох очень быстро прикрепляется, можете использовать его, чтобы он прикрепился за то время, пока нитка... Можно использовать также леску, леску, кто как называет. Она тоже хороша в этом плане, когда вы просто будете брать и наматывать. Намотали мох, и он потом разрастается. Но, вы знаете, есть недостатки. Например, на шкарлупу не очень удобно мотать, будет слазить. Можно использовать сеточку от фруктов, но тоже. Это уже на любителя. На кокосовую шкарлупу это, в принципе, пойдет, оболочку. Также можно использовать, как крайний вариант, вообще, если ничего такого нету, вот такие резиночки. Быстренько резиночкой перетянули мох, и он крепится. Пока резиночка, так скажем, выработается, она сгниет, то мох уже прирастает. Ну, в этот раз мы будем использовать, как вы видите, уже наш универсальный суперклей. Вот он. И сейчас будем закреплять наш мох на наших изделиях. Ну что ж, давайте тогда приступим к закреплению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот мы закончили приращивание нашего мха. Сейчас все это немножечко подсохнет клейсом. И все это я помещу в аквариум. Но в следующих видео мы будем уже смотреть, как это все смотрится в аквариуме. И как это все растет спустя время. На этом у меня все. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если так, конечно же, ставим пальцы вверх. Кто не подписан на канал, делился, обязательно подписываемся. Комментируем это видео. Делимся им также в социальных сетях. Вступаем в нашу группу и также рассказываем в комментариях под видео, как вы приращиваете мох к декорациям. И также, к чему вообще вы приращиваете мох. А у меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока.